Добрый день, уважаемые коллеги. Задачился вопросом, почему, например, для противодействия санкциям нужно создавать такие альянсы, как БРИКС, например. Как вообще это все позволит торговать? Как это позволит выйти, допустим, из ВТО? Как вообще будет сочетаться свобода торговли, если мы говорим, что БРИКС – это не торговое объединение, а торговля-то и так двухсторонняя, уже развита между странами. Если мы говорим, что это политическое объединение против санкций, чтобы противостоять санкциями, как тогда вот это самое торговое объединение и расширение торговли, какие-то взаимные обязательства, в том числе по торговле, будут сочетаться с защитой, с протекцией местного отечественного производителя? То есть импортом-то мы, слава богу, уже не обделены. У нас уже другая задача – защищать отечественного производителя от засилия этого самого импорта. Вот, соответственно, сейчас буду комментировать материалы, которые выложили на сайте в качестве попытки найти ответ на вот эти самые вопросы. БРИКС была... Теперь возник логичный вопрос. Вот мы, например, наблюдаем, по крайней мере, российская экономика, наблюдает засилие импортных товаров. Ну, Китай, про Китай в основном я говорю, да. А предполагается ли в рамках объединения БРИКС, если он не носит характера торгового соглашения, как ВТО или ЕАЭС или таможенный союз, предполагается ли протекция защита, то есть, да, местного производителя от засилия импортных товаров. Вот, соответственно, вопрос, какие страны БРИКС, исходя из вот этого альянса соглашения, могут вводить у себя и могут ли вообще вводить заградительные возные таможенные пошлины, запреты, какие-то квоты с точки зрения защиты собственного производителя, стимулирования собственного производства товаров. Потому что зачастую по себестоимости производства эти товары оказываются дороже. Цены ввозного товара, например, китайский или индийский, да. Вот, это уже формула даже доказательства, наверное, не требует. Вот, соответственно, в рамках БРИКС страны могут рассматривать различные варианты для защиты своих местных производителей, стимулирования собственного производства. Это может включать введение заградительных, хвозных таможенных пошлинг на импорт, а также других мер, направленных на поддержку мерных производителей. Соответственно, какие возможны меры? Таможенные пошлины. Страны БРИК смогут вводить повышенные пошлины на импорт товаров, которые конкурируют с местным производителем. Это не, скажем так, не ВТО, это не таможенный союз, это не ЕАЭС. БРИКС, соответственно, это может, можно использовать, и это, естественно, может помочь сделать местные товары более конкурентоспособными по цене, например, со временем. То есть, если мы говорим о достаточно хорошем технологической проработке вопроса, и, собственно говоря, со временем себестоимость должна снижаться. Так, страны, участники БРИКС, могут вводить квоты на импорт, да? То есть, на определенные товары ограничить объем импорта или дать возможность местным производителям занять большую долю рынка. Вот, соответственно, страна, участница БРИКС может субсидировать местных производителей, которые помогут снизить им издержки или компенсировать, допустим, компенсировать... Ну, не убытки, наверное, да? А компенсировать издержки покупающих. Вот, допустим, российский товар дороже, чем импортный товар. Стимулирование покупателю покупать этот товар может быть в качестве временной компенсации его издержек. Например, предоставлением скидки. То есть, производитель не за свой счет, а за счет государственной субсидии делает скидку, например, да? И таким образом имеет возможность продавать дешевле. Разницу ему скомпенсируют. И второй вариант, допустим, компенсировать это покупателю. Ну, это вот такая государственная политика. В двух направлениях она может быть, да? Вот, например, могут компенсировать пилотные партии. Вот, допустим, в России действует кластерная инвестплатформа, да? И пилотная партия товара, продукции участника кластера, которая заведомо продается, поскольку она пилотная, да? По низкой цене. Вот этому самому участнику могут компенсировать разницу. Вот, стимулировать фактически ему это все, да? Или, наоборот, дорогая она получилась, например, пилотная, да? Серийная дешевле, а пилотная получилась дороже. Соответственно, покупателю этой пилотной партии могут компенсировать часть затрат на покупку более дорогой, да? Чтобы свести его покупку к более рыночной. Вот, чаще всего пилотный, конечно, дороже получается, да? То есть выход на более низкую себестоимость происходит с освоением производства, с выходом на проектную мощность и так далее, и так далее. Вот, поэтому вряд ли там. Ну, правда, и покупатель может сказать, слушай, она у тебя тестовая, пилотная, давай-ка ты ее подешевле нам все-таки продай, потому что мы же еще пока ее, скажем, в тазе тестирования, у нас же тоже нет. Торговые барьеры. Участницы, страны-участницы БРИКС могут вводить торговые барьеры, регулировать каким-то образом, которые могут затруднить импорт товаров. Ну, то есть, как это может быть трактовано как меры защиты, да? Вот. Инновационные моменты. Инвестиции в научные исследования и разработки могут помочь местным производителям улучшить качество. Ну, это понятно, снизить себестоимость продукции. Вот. Индия в качестве примера вводила в последние годы различные меры для защиты местных производителей в текстиле, в электронике, потому что китайские все-таки давления, да? Китай также активно использует тариф и другие меры для защиты своего внутреннего рынка. Бразилия, ЮАР, ну, рассматривают, да? Хорошо. Вот. То есть, в принципе, страны-участники БРИКС могут вводить такие меры. Это не запрещено. Здесь самое главное важно учитывать баланс интересов, что они могут вызвать ответственные действия со стороны других стран, что может привести, ну, к неким таким торговым войнам, да? Поэтому каждая страна тщательно взвешивает свои действия, чтобы не усугубить экономическую ситуацию, да? Вот, допустим, поддержка МСП. Участники БРИКС могут сосредоточиться на поддержке не только своих крупных компаний, как это обычно делается на государственном уровне, да? Но и своих малых, средних предприятий, чтобы они могли более эффективно конкурировать на внутренних и внешних рынках. Это мы опять приходим к вопросу о защите, протекции среднего бизнеса от крупного, малого от среднего, микро от малого и так далее, и так далее. То есть какие-то вот эти самые механизмы все равно в экономической политике государства быть должны. Так, про альтернативный финансовый вопрос, да? Вот, например, берем электронику, да? Очевидно, китайское и тайваньское давление с точки зрения электроники, монополизм и по контроллерам, и по матрицам, и по... Как они там у нас называются-то? Микросхемы определенного типа, да? Которые свободно программируемые, куда можно заливать свой код, да? ФПГ-оплаты, вот, ФПГ-микросхемы. Как расширение развития торговли, например, которые так или иначе все равно развиты, да? Между Китаем и Россией в сторону импорта, например, китайской электроники, да? И китайских технологий, вот, китайских автомобилей, снятия торговых марьеров. Как это будет сочетаться с протекцией защиты российского производителя, например, электроники, да? Как интеграция поможет защитить национального местного производителя? Возможно ли введение квот на импорт из Китая, например, да? Или защитных в одной из таможенных пошлин китайских товаров? Или некий критерий в призакупке, сделанный в России? Тот же самый реестр, да? Приславный, 719-й. Вот. Значит, что здесь, какие аспекты здесь стоит рассмотреть? Первое. Интеграция может, безусловно, способствовать развитию совместных предприятий кооперации между странами БРИКС. Если, например, ты создаешь СП, то ты, ну, так или иначе, уходишь, снижаешь свою зависимость от импорта, да? То есть здесь уже, скажем, хотя бы наполовину, что называется, твоя продукция производится на территории России в СП, да? Вот. Это стимулирует развитие местного производства. Самое главное, чтобы модель СП была на выращивании собственных конструкций, собственных сотрудников инженерно-технического профиля, а не только, чтобы использовался для отверточной сборки персонал самой низкой квалификации, да? Так, технологический обмен. Страны БРИКС, в принципе, могут договориться об обмене технологиями и опытом. То есть на текущий момент вот это самое патентное давление, патентная защита Тайваня, Китая, там и отдельных компаний, да, такова, что технологический обмен, он, ну, как бы, больше похож на навязывание технологический рывок. Одна компания делает технологический рывок и потом пользуется своим монопольным правом, да? То есть технологический обмен должен быть все-таки, ну, как бы, равнокалиберным. То есть, ну, пусть ваша электроника, даже с блоками сомнительного функционала, но вы не должны препятствовать нашему программному обеспечению внутренним прошивкам, которым мы будем управлять сами, как хотим, а не так, что встроенные ПО тоже ваши, например, да? Вот. Я понимаю, что мы не дойдем до быстро, по крайней мере, да и в создавшейся ситуации, может быть, это не слесообразно, да, учитывая межстрановую систему распределения труда и технологий, да, может, мы не дойдем до каких-то там мелких нанометров, остановимся, не знаю, там, на порядке цифр, измеряющихся в десятках, да? Вот. Но, по крайней мере, программное обеспечение мы, в принципе, здесь и не должна теряться гарантия на изделие, если программное обеспечение другой страны, произведено разработчиками другой страны или СП, например, да? Вот. С точки зрения, значит, защиты местного производства могут быть как протекционистские меры, да, введение квот, там, возможно, их пошлин, ввозных, да? Хотя это может противоречить принципам свободной торговли, но я пока не видел, чтобы страны БРИКС договорились о принципах свободной торговли, да? Вот. И второй аспект – стимулирование местного производства, да? То есть критерии при закупке вполне могут быть отсекающие, да, сделаны в РФ. Вот. Сочетание торговли и протекции. Так называемый, вот этот баланс интересов, самая тонкая, как бы, грань, да? Чтобы найти баланс между расширением торговли и защитой местного производителя, да, это, ну, некая такая гибкая торговая политика, которая должна учитывать интересы как импортеров, так и местных производителей, чтобы, ну, нельзя как бы, да, в одну сторону делать перекос. Нельзя, например, душить местные магазинчики, да, путем зеленого света для крупных торговых сетей. Откуда тогда взяться местному, торговцу, да, местному купцу местного районного масштаба. Но мы наблюдаем обратную ситуацию, например, да, укропнение бизнесов. Так, соглашения о свободной торговле могут быть, могут включать положение о защите местных производителей. И чтобы как раз для избежания чрезмерной конкуренции со стороны более сильных экономик, таких как Китай. Так, какие производители, предлагаются меры квоты-пошлины, временные, и применятся в условиях кризиса или резкого увеличения импорта, стимулированные локализации, над локализацией надо работать, над Made in Russia надо работать гораздо больше. Вот. таким образом торгово-экономическая интеграция в стран БРИКС может создать возможности в том числе для защиты и развития российского производителя. Это не противоречит одно другому. То есть это сочетабельно. То есть здесь в этом плане можно поступать очень гибко. Все зависит от протекционизма местной национальной отечественной власти. На этом пока.